Добрый день! Сегодня мы рассмотрим вопрос о дефектах кристаллической решетки. До сих пор мы как-то рассматривали, что кристалл представляет собой идеально периодическую систему. Но в реальной жизни такое получить невозможно, это можно рассматривать только как идеализированную модель. Поэтому представляет интерес узнать хотя бы классификацию основных дефектов кристаллической решетки и посмотреть, к чему они приводят. Для начала рассмотрим классификацию. Принято делить дефекты фактически по их размерности в кавычках. Если считать, что дефект это нарушение идеальной периодичности кристалла, то такие нарушения могут быть следующей размерности. Давайте рассмотрим первые две более-менее группы подробно, а третью и четвертую дадим краткие описания. Итак, типы точечных дефектов. Всего существует четыре типа точечных дефектов. К ним относятся. Вакансия – это отсутствие атома в узле кристаллической решетки. Если решетка сложна, то это может быть отсутствие в какой-либо подрешетке. Вот пример вакансии. Это так называемый дефект пашотки. А неонная вакансия в щелочно-галоидном кристалле. Вот на рисунке видно, что вот здесь, на пустом месте, здесь должен был бы стоять отрицательный ион, но он отсюда ушел, и возникает вопрос, куда он ушел. На самом деле пустые места могут мигрировать по кристаллу, и в конечном счете этот ион, мигрируя, может оказаться на поверхности. Далее. Кроме вакансии могут быть собственные междоузельные атомы. Вы знаете, что решетка, она хотя и плотно упакованная, но есть решетки, в которых между атомами существует достаточно свободного места, и вот в эти пустоты из узла кристаллической решетки может перейти атом. Такой дефект принято называть дефектом по Френкелю. Это собственный междоузельный атом, и на картинке представлен вариант собственного междоузельного атома. Вот этот отрицательный ион, он раньше сидел вот в этом пустом месте, теперь он под действием каких-то причин переместился вот сюда, в междоузлие, если, конечно, там есть возможность ему поместиться. Кроме этих двух собственных типов точечных дефектов, есть примесные дефекты. Первое – это примесь замещения. Это чужеродный атом, который сам по себе не входит в состав кристалла, но заменяет один из атомов в узле кристаллической решетки. Вот пример такого поведения. Мы выращивали кристалл натрий-хлор, но при выращивании туда попала примесь случайно или специально к соли кальций-хлор-2. В результате ион кальций-плюс-2 заменяет место иона натрия в узле кристаллической решетки, но поскольку натрий одновалентный, а ион калия двухвалентный, то для сохранения электрической нейтральности придется еще создать одну дополнительную вакансию. Вот здесь эта картина показана. Вы видите, вот здесь атом больше, ион большего размера кальций-плюс-2, а здесь должен быть, соответственно, положительный заряд, но поскольку теперь в узле лишний положительный заряд, придется этот заряд из узла убрать, возникает вакансия. И, наконец, примесь внедрения. Это просто чужеродный межузельный атом. То есть когда атом примеси садится не в узел, а в междоузельное пространство. Отметим, что примеси типа 3-4 возникают либо произвольно, при росте кристалла, идеально еще раз говорится, чистоты добиться нельзя, либо их могут вводить искусственно. Тогда это называется легирование, и это очень известный прием в физике полупроводников. Теперь свойства точечных дефектов мы с вами рассмотрим. Вакансии всегда есть, всегда есть вероятность, но поскольку есть энергия связи, то вероятность того, что атом уйдет из этого места, она описывается в Больсмановской формуле, экспоненты всегда отличные от нуля, то вакансии есть всегда при температуре, неравной нулю. Естественно, их количество может меняться с изменением температуры, но факт наличия – это вещь очевидная. Вакансии и междоузельные атомы могут двигаться по кристаллу, при этом их движение напоминает диффузию. Например, один из атомов из узла переходит на место вакансии, соответственно, образуется вакансия в узле, и таким образом вакансия эффективно передвигается из одного места в другое. Насколько этот процесс перехода из узла в вакансию случайен, то этот процесс движения носит случайный, то есть диффузный характер. Кроме того, возможно, что один из междоузельных атомов, собственных, становится на место вакансии, таким образом и вакансии и междоузельный атом исчезают. Это напоминает аннигиляцию электрона, или точнее аннигиляция собственного межузельного атома и вакансии, напоминает рекомбинацию электрона и дырки в полупроводниках. Существует конечная вероятность обратного процесса, то есть при конечной температуре возникает пара вакансий, возникает один из атомов уходит из узла в междоузельное пространство, в результате у нас возникает пара дефектов. Это аналог в полупроводниках рождения электрона и дырки. Очень важный момент – это условия электронейтральности, сохранения в целом нейтрального заряда кристалла. Ему есть аналогия в полупроводниках, это либо электронейтральность собственных полупроводников, или электронейтральность легированных полупроводников. Значит, тут возможны разные варианты. Либо возникают две вакансии, одна в подрешетке ионов одного знака, например, натрия, другая в подрешетке ионов хлора. Точно так же могут возникать междоузельные атомы двух сортов. Могут возникать пары дефектов, ну и так далее, разные варианты, лишь бы выполнялась электронейтральность. Теперь мы перейдем к дефектам. Да, очень важно отметить, что точечные дефекты нарушают ближний порядок. Локально они меняют порядок кристалля, обычно их число не очень велико, по сравнению с числом основных атомов или ионов. И поэтому часто говорят, что точечные дефекты нарушают именно ближний порядок. Теперь, рассмотрев нульмерные дефекты, мы переходим к дефектам линейным. Основной тип линейных дефектов – это дислокации. Что такое дислокация? Дислокация – это линии, отделяющие область кристалла, которая претерпела сдвиг, и они отделяют эту область от недеформированной области. Есть два основных типа дислокаций. Первое – это краевые дислокации. Ну, судя из названия, это означает, что просто какая-то атомная плоскость, которая должна была бы, в идеале быть бесконечной, она оказывается оборванной, и мы видим край этой плоскости. Вот на рисунке это четко показано. Плоскость третья снизу. Вы видите, что она дальше должна была бы так продолжаться, но она обрывается, а две другие плоскости соединяются в одну, и уже дальше, далеко от этой дислокации, порядок кристалли восстанавливается. Есть другой тип дислокации, это так называемые винтовые дислокации, которые представляют из себя разрез кристалла с соответствующим сдвигом атомных плоскостей. Вот на картинке нарисована модель такой винтовой дислокации. Смотрите, мы просто берем, разрезаем кристалл вот по вот этой плоскости, вертикальной, и дальше делаем сдвиг. Мы один край, плоскость 1, опускаем так, что она соединяется с плоскостью 2, плоскость 2, с плоскостью 3, в левой половине и в правой, и так далее. И так возникает винтовая дислокация. Надо отметить, что дислокации, в отличие от точечных дефектов, нарушают дальний порядок кристалли и сильно влияют на его прочность. Поэтому, когда хотят получить высокопрочный материал, принимают все специальные меры, ну там, отжиг, другое, чтобы избавиться от как можно большего числа дислокаций. Теперь перейдем к следующему типу, который мы просто опишем. Это типы плоских дефектов. К таким относится сама поверхность кристалла, потому что любой кристалл ограничен и у него есть его поверхность. На этой поверхности свойства обычно сильно отличаются от свойств в объеме. И эти свойства поверхности затрагивают несколько атомных слоев вглубь. То есть, если у меня вот есть край кристалла, вот условно говоря, вот мой кристалл, вот его край, или лучше даже вот так поверхность, то вот свойства, скажем, электронов, живущих на поверхности, сильно отличаются от свойств электронов, которые живут в объеме. И вот эти поверхностные электроны, скажем, их волновая функция затухает вглубь кристалла, в результате чего на очень хороших металлических поверхностях, очень чистых металлических кристаллов, существуют особые двумерные электроны, которые по своим свойствам отличаются от электронов трехмерных, живущих в объеме. Ну, к остальным плоским дефектам относятся так называемые границы кристаллитов, это когда твердое тело состоит из не монокристалла, а нескольких кристалликов, так называемые плоскости двойникнования. Но о них подробно мы говорить не будем. Ну и, наконец, последний вид это объемные дефекты, к таким можно отвести разве поры, то есть макроскопические части, в которых отсутствуют кристаллы. Вот очень коротко мы рассмотрели возможные типы дефектов в трехмерных кристаллах. На этом эта тема закрыта. Спасибо, до свидания. До свидания.